Всем привет, дорогие зрители! С вами Мистер Шпилкис и у нас на канале новая игра. Называется она Interpoint. Что это за игра, о чем она? Как заверяют разработчики, это приключения с элементами психологического хоррора и головоломками. Секретная организация совершает открытие параллельных миров. Мы в свою очередь играем за некого Гарри Германа, ученого, принимающего участие в этом проекте. Я наткнулся в стиме, в закладке ранний доступ на эту игру, и, честно вам скажу, повелся на скриншоты. Скриншоты выглядят очень и очень неплохо. Движок Unreal Engine. Многие там как бы не очень довольны этим движком. Я не знаю, честно, чем мне быть недовольным в этом движке. Я немножко походил здесь, побродил. В принципе, игра выглядит довольно-таки годно. Я думаю, что мы посмотрим на нее, попытаемся ее пройти. Судя по ее размеру, там что-то порядка 3 гигабайт, я не думаю, что она большая. Не знаю, сколько-то отснимем серий, посмотрим вообще, что это такое. Выглядит вполне неплохо, отзывы вполне себе нормальные. Поэтому давайте-ка мы с вами начнем. Начнем с первой главы, которая называется «Комната отдыха». Поехали. Так, стандартное у нас с вами здесь обучение. Ждет движение, взаимодействие с камерой. Так, хорошо. Добро пожаловать. Все, что могу прочитать. И good luck еще могу. Ладно, шучу. На самом деле могу больше, но если вдруг кого-то не затруднит, напишите, пожалуйста, в комментариях, что здесь вкратце описано. Я английским на таком уровне, к сожалению, не владею. Поэтому сейчас здесь стоять, тупить возле этой надписи я не буду. Поэтому давайте мы просто с вами посмотрим, что у нас здесь есть. В принципе, картиночка очень приятная в игре. Все выглядит довольно-таки классно. Это что? Ну, я знаю, что это. Ладно, уж прикидываться не буду. Я здесь немножко походил-побродил. Некоторые двери здесь открываются, некоторые двери здесь закрыты. Например, можно сходить сюда, но... Послушайте этот звук. Ничего не напоминает? Вот я вам не буду ничего говорить. Вот просто напишите мне, пожалуйста, свои мысли, что напоминает вам звук открывания дверей здесь. Вот этих именно. То есть я дам несколько подсказок. Ученый, параллельные миры. Звук дверей вот этот. Очень прикольный, кстати, звук. Ну, ладно, он похож. Прям не совсем-совсем, но похож. Кое на что. Так, хорошо. Давайте-ка с вами отсюда выбираться, потому что я здесь бродил-ходил, там ничего интересного нет. Далее здесь мы с вами можем пробраться вот в щелочку, в стене. Немного походить, посмотреть, попрыгать. Там что-то у нас, посмотрите. Непонятно, какая-то тьма, пустота. Так, и на тебе попадаем в какую-то лабораторию. Так, ворота сейчас закрыты. Хорошо. Что у нас с вами здесь есть? Давайте посмотрим. Так, генератор. Ну, какие-то расчеты, видимо, которые проводили эти ученые. В общем... Какая-то штуковина, посмотрите, забавная. Я хотел было сказать кальян. Нет, это не похоже на кальян. Еще бы баловаться здесь ученым с кальянчиком. Так, и вот некие врата. Посмотрите, действительно, там за ними какой-то... Воу-воу, тише-тише. Хоррор начался. Ох, шуганул мне этот стул. Знаете, что самое интересное? Я знаю, что он здесь прыгает, этот стул, потому что я, ну, вот именно здесь уже ходил. Чертов стул меня сейчас так шуганул. Я всмотрелся туда в эту тьму звездную. И рядом появляется чертов стул. Зараза. Ладно, хорошо. Здесь вроде бы ничего интересного. По-моему, ничего не поднимается. Я так пошарился. Слегка. А нам с вами нужно куда? Нужно вот в этот чудесный лифт. Видимо. Ничего больше здесь нет, поэтому отправляемся куда-то вниз. Хорошо. Кнопочки не нажимаются, ничего не работает. Можем пока так сквозь стекла немножко осмотреться, где мы вообще. Но такое чувство, что картинка здесь статичная. По крайней мере, вот это. Вроде бы мы едем, но непонятно. То есть здесь изображение как-то меняется. А там у нас одно и то же. Так, хорошо. Попадаем в какой-то технический отсек. Не знаю, в какую-то бойлерную, котельную, непонятно. И у нас с вами первая здесь записочка. Давайте ее прочитаем. Новое помещение. Я уже думаю подать на увольнение. Знаю, что весь сложный процесс. Но с таким графиком меня надолго не хватит. Начальство сказало, что уладит вопрос с нехваткой кадров. Но пока нам приходится обустраивать эти новые помещения чуть ли не в две смены. Притом, из-за того, что под нами 10-метровая пропасть... Да, 20-метровая, боже мой. 20-метровая пропасть технику использовать мы не можем. А все почему? Да потому, что всех направили на постройку следовательской станции в ином измерении. Интересно. Я даже не могу понять зачем. Но о людях они думать явно перестали. Даже взять тот эксперимент с локальной запутанностью. Или вроде того, вход в который за той дверью. Я лично больше не видел тех, кто через него проходил. Однако, насколько я слышал, глава совета директоров уже давно хочет уйти на пенсию. Может его приемник хотя бы что-нибудь тут исправит. А знаете, в чем основная засада вот этих записок? В том, что нужно клавишу Е держать зажатой. То есть, вот пока я всю вот эту вот портянку не прочитал, я клавишу Е не отпускал. Понимаете? Это какое-то странное, на самом деле, нововведение в управлении. Почему бы просто не нажать один раз, потом не нажать еще раз? Ну ладно. Ладно, разработчикам виднее. И разговор у нас идет именно про вот эту дверь. Дверь в какое-то параллельное измерение. Сразу у нас с вами тут начало. Бодренькое такое начинается. Не дали побродить по станции, как тут же швыряют в какой-то параллельный мир. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Угу. Не входить. Так, ворота открыты. Дельта. Ну, вроде бы больше ничего и полезного. Прототип 10. Окей. Так, где мы с вами оказались? Ну, как утверждает игра в каком-то параллельном мире. Хотя, как по мне, выглядит вполне себе обычным нашим миром. Ох, вопрос только, куда идти. Грибочки, мухоморчики, посмотрите, вполне себе обычные. Даже белый есть. Слушайте, пойдемте лучше за грибами. Серьезно. Кстати, там у нас... Не пойму, то ли это блик, то ли это... То ли это какая-то путеводная звезда. Я даже не знаю, что сказать. Нет, вы знаете, подождите. Давайте куда-нибудь по дороге пойдем. Дорога же, ну, как бы логично, да? А бегать можно? А бегать не можно. Это плохо. Ну, давайте вот сюда прогуляемся. В эту сторону, не знаю. Я не знаю, я здесь, на самом деле, был. Ну, как, вот дальше вот этой вот лавочке я чуть отошел туда-сюда. Возможно, мне надо вот на тот блик. Ну, как бы здесь игра особо... Мне ничего не говорит об этом. Никаких заданий. Вроде на Escape. Ну, возобновить. На Escape вроде никаких заданий нет. А местечко атмосферное, тем временем, вполне себе. Это еще что? Это что такое? Но это не палочка. Это кто-то или что-то. Я не знаю, это шевелится. Жесть. Ты кто? Я не знаю. Не стоит, наверное, так прям подходить доверчиво, да? Оу, тихо. А что случилось? Так. Хорошо, идем дальше. Он ведет по дороге. Он сегодня устал. Тише, тише. Да знаете, на что похоже это? Похоже на взлет какого-то корабля или что-то такое. Вот сейчас и звук был, и какой-то луч света промелькнул. А тем временем, вот топ пятышка у нас светится до сих пор. Кстати, посмотрите-ка, откуда мы пришли. То есть, ушли-то мы вверх туда, по дороге. А по-моему, пришли обратно к этой же лавочке. Жесть. И видели какого-то долговязого пришельца, или не знаю, что за существо такое. Высоченное какое-то, огромное, но очень худое. Ну, давайте тогда сходим вот сюда. Жалко, бегать нельзя, честно говоря. Это симулятор ходьбы, походу. Ой, не надо, пожалуйста. Я вас прошу, не надо шуршать, а. Серьезно. Я в проклятом доме был, мне уже ничего не страшно. Шучу. Страшно очень, на самом деле. Только не пугайте, пожалуйста. Не надо скримеров. Психологический хоррор, он без скримеров. Если что. Он должен атмосферкой подкупать. Так, а это, оказывается, это был никакой не блик, не путеводная звезда. Это просто огромное кострище какое-то полыхает здесь. Удерживайте Z для приближения. Z. Так, вот. Portal Area. Station Лавочка. От лавочки первое дерево. Угу. Так, хорошо. То есть, получается, лавочка смотрит на дорогу. За ней, за лавой. Да хватит там шуршать. Дайте посмотреть. Спокойно, гады. У меня мурашки уже бегают. Сволочи. Так, почему... Ой, жесть, какая вы что издеваетесь. А как прокрутить? А, вот. Жесть. Ну что, поехали. Побег. 16.06.2032 год. Это интересно. Я больше не могу находиться в этом проклятом бункере. Все на нервах из-за того, что мы не можем вернуться на землю. И дураку понятно, что нас тут всех кинули. Я видел своими собственными глазами, как один из сотрудников службы безопасности что-то вводил в терминал портала, а затем незаметно куда-то исчез. В любом случае, я выбрался на поверхность и взял с собой немного еды. Надеюсь, смогу продержаться достаточно, чтобы понять, как отсюда выбраться. Если я не смогу добраться до земли... Так, что если воспользоваться одним из разломов, которые тут появляются, и попытаться попасть куда-то еще? Любое место будет лучше этого. Ну, я с тобой согласен, друг. На самом деле, местечко не очень. Так, 17.06. Эти существа, которые мы исследовали в бункере ранее, несколько раз подходили к костру на расстоянии 20 метров. Как известно, те боятся огня и открытых пространств. Хочу отметить, что теперь они стали вести себя более агрессивно, как будто их кто-то или что-то сильно напугало. Следует быть осторожным. 19. Пока я ходил за водой, я увидел, как стабилизатор активировался целых 5 раз. Сначала я посчитал, что кто-то из коллег пытается выбраться через аномалию и побежал к дороге. Однако там никого не было. Стабилизатор препятствует возникновению разломов на поверхности при активации аномалий. С одной стороны, это плюс, обеспечивающий нашу безопасность лесу. Но с другой стороны, сбежать через разлом уж точно не получится. 20.06. Сегодня одно из существ на меня напало. Но я успел добраться до костра, мне повезло. Далее я увидел еще более странную картину. Стабилизатор непрерывно работал 20 минут. Обследуя дорогу, я также ничего не нашел. Может, это в бункере его включили? Что-то мне подсказывает, что туда возвращаться не стоит. Воу. Так, хорошо. Существа 20 метров от костра держатся. Так, твари проклятущие, отойдите все. Просто отойдите все к чертовой матери. Не хочу вас знать. А ну, что там еще есть? Компьютер-жучка. Ну, хорошо. Давайте попробуем вот сюда сходить. Как бы недвусмысленно нам намекают, что нам возможно туда. А по кругу мы ходим, скорее всего, именно из-за того, что здесь эта зона таким способом устроена. Таким образом. Что мы не можем, по сути, отсюда выбраться и ходим просто банально тут по кругу. Не, на самом деле, да. Вот обстановочка уже начинает давить потихонечку. Особенно вот эта чертова тьма. Меня в последнее время в играх преследует вот эта чертова тьма. Куда ни пойди, везде темно. Так, значит, фонарик у нас был правильно. С той стороны, а нам куда-то вот сюда. Только без скримеров. Я фрошу, игра, пожалуйста, не над скримеров. По идее, где-то вот здесь нужно искать что-то. Ну, или вот здесь. То есть от лавочки, получается, где-то по диагонали в лес. Жесть. Меня прям уже начинает реально напрягать все происходящее. Хотя там ведь недалеко же было, на самом деле, да? А у нас ни карты, ничего, да? А, мы можем приближать взглядом. Обалдеть. Ну, давайте здесь немножко по этому лесу походим. Потому что до конца не ясно в итоге, где чего. Я думал, может быть, там дерево показано какое-то первое, например, от лавочки. Но деревья здесь тьма тьмущая, вообще непроглядная. Рубить устанешь. Зато грибов много. Грибнякам бы здесь понравилось, я думаю. Стоп. Давайте выбираться отсюда. Хотя бы потому, что я явно иду не туда. По ощущениям, по-моему, не туда. Ох, шуршунчики эти, слышите? Прям вот они доставляют, действительно. Ощущений прибавляют к этому всему делу. Так, неужели не shift, ничего? А, ну так. А еще что? Alt, ничего. Как-то побегать бы можно было. Может быть, правда имеется в виду дерево, слушайте? Прям потому что непонятно. То есть лавочкой нам, по идее, куда-то туда. Интересно. А свет был, по-моему, где-то вот с этой стороны. Давайте вот здесь попробуем походить немного. То есть вот это вот и есть головоломка, получается, найти, как отсюда выбраться. Так, ну я чувствую, конечно, по этому лесу, скорее всего, ходить можно будет бесконечно. Если мы не найдем что-то там, что нам нужно найти, не знаю что, но бесконечно мы будем здесь бродить. А, даже так. То есть мы не сможем уйти никуда далеко, да, получается? Тихо, стоп. О-о-оу-оу-оу. А вот этого? А вот этого мы не находили. А ну-ка. Research Station. Research. Что-то мне это напоминает. Вулканоиды были, research. Серьезно, мне туда? Либо игра сжалилась надо мной и отправила меня в нужное место, либо я просто его нашел. Ну, как-то странно. Было какое-то такое затемнение, или я моргнул, или куда-то меня перенесли. Так. Допустим. Так, заперто. Хорошо. А-а-а. Вот оно как. А ну-ка. А ну-ка, подожди. Подождите, по идее, их же нажать можно, наверное, да, как-то эти клавиши. Или нет? Хорошо, ладно, мне почему-то показалось на секунду, что можно нажать. Проблемы с энергией. Мне известно о проблемах с главным реактором. С земли в ближайшее время должны прислать помощь по этому вопросу. А пока проблема не будет решена, можете использовать эти портативные генераторы, если свет в вашей комнате вдруг внезапно выключится. Я заказал их больше десяти штук, так что всем должно хватить Дэйв. Хорошо, у нас появились семена. Это неплохо. Ну окей, давайте, ладно, дальше пойдем. Что-то меня на секунду там смутило. Это кнопочка одна. Так. Слушайте, а мне можно костюм? Эти костюмы. Зачем нас вообще заставлять надевать эти костюмы каждый раз, когда мы выходим на поверхность? Мы же вроде давно знаем, что атмосфера в этом мире не опасна. Угу. Хорошо. Ой, дядя, ты так не делай, серьезно, больше. Так больше не делай. Тусть запинаю сейчас тебя. Почему нельзя просто нормально, нормально висеть? Так. Это интересно. Стоп. Я все-таки... Ну, я не знаю, страшно, конечно, трогать всякие незнакомые вещи. А, это просто какое-то силовое поле получается, через которое мы не можем пройти. Окей. То, что ты просил. Эй, Дэйв, принес тебе немного провизии для твоей команды. Так, как ты и просил. А еще те штуки из отдела фотоники. Проверь список ниже. Позвони, если чего не хватает. 15 килограмм сыроза замороженного мяса. 30... Так, так, так. Сахар. Портативный энергетический манипулятор. Вот это вот меня интересует больше, чем замороженные овощи. Не знаю, какого хрена нам понадобилась последняя. В любом случае, пожалуйста, верни мне пушку, как можно скорее. Иначе у нас обоих будут проблемы. Пушка. К слову, в особенностях игры описана некая фотонная пушка. Которую мы тут будем орудовать. А где взять? Дайте пушку-то, эй. Она должна здесь лежать где-нибудь наверняка. А, вот она красавица. А ну-ка. Портативный энергетический манипулятор. Комплект включает один манипулятор. Пять кристаллов для хранения энергии плюс контейнеры. Инструкция пользователя. Использование. Встаньте в контейнер с кристаллом в устройство. Наведите устройство на любой источник излучения. Потяните рычаг на себя. И ждите полной зарядки кристалла. После этого рычаг можно отпустить. Направьте устройство на цель. Тяните рычаг от себя. Чтобы запустить энергию из кристалла в вашу цель. Вы можете запустить экстренную разрядку кристалла. Нажав среднюю кнопку мышки. Видимо. Я прочитал мышки почему-то. Не знаю. Но она так и есть скорее всего. Поддерживаемый тип энергии и их свойства. Видимый свет. Лазер низкой энергии. Способный наносить повреждения таким субстанциям. Как стекло и так далее. Полеизоляции. Луч обездвиживающей объекты. Гамма-радиация. Это лазер высокой энергии. Взаимодействие с другими типами энергии возможно, но крайне не рекомендуется. Лаборатория Дельта снимает с себя ответственность за подобные эксперименты. Так, значит видимый свет это лазер для стекол. Луч обездвиживающей полеизоляции. Наверное вот это вот поле, которое мы с вами видели. Такого зеленоватого цвета. Гамма-радиация. Хорошо. С этим ясно. А как пушечку-то взять? Нет, серьезно. А, все, наступить надо было всего-навсего. Хорошо. Левый выстрел, правый зарядка. Нет. Из этого не заряжает. А как это вообще процесс происходит, интересно? Ну окей, сейчас будем разбираться. Слушайте, классно, фотонная пушка, обалдеть. Знаете, что нам интересно, что я в ролике видел, как тип из лампочки заряжал. Вот эту пушку, ну ладно, хорошо, давайте попробуем. Вот, вот. Можно зарядить из поля. А, вот и написано. Написано на самом дисплее пушки, сколько мы с вами заряжаем. Красный глаз. А ну-ка, получай. А, стоп, подождите, это же обездвиживают у нас объекты. Правильно. Но это можно не использовать. Вот, я видел этот момент. Вот здесь тип заряжал. Вот из этой лампочки. Хорошо, ладно, давайте разбираться. Так, что у нас здесь? Здесь все закрыто. Ну, стрелять, наверное, бессмысленно. Хотя, если зарядить, возможно, из лампочки, мы с вами сможем разрезать эту дверь, что ли. Я даже не знаю. Хорошо, давайте, давайте попробуем. Угу. Интересно, камеру невозможно уничтожить? Штукой, которая режет двери и стекол? И стекла? Ха-ха, точно. Стекла режет. Шикарно. Кстати, нисколько не потратили, что интересно. Но, я хочу кое-что проверить. Не это. Угу. Двери не режет. В общем, хорошо, запоминаем. Двери не режет. Хитро. Как обойти? Как обойти эту дверь, да? Это еще что такое? Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, дядя. Стоп-стоп-стоп. Зеленая. Зеленая парализует. Точно. Вылезай, друг. Друг. Из... Друг, вылезай. Эй-эй. Выпустите отсюда, гады. Замуровали демоны. Слушайте, все. Ты кто такой? Ты почему ко мне идешь? Я тебя не звал. Отойди. Отойди, говорю. Ну и что? Мы так и будем здесь стоять с тобой? Можно я выйду? Пожалуйста, игра. Позволь мне. Хорошо, давай. Ладно, кто ты такой? Иди сюда. А я знаю, что с тобой делать. А я знаю. Пока это не сложно. Ну что, мы там, может быть, загрузимся? А-а-а. Это получается, мы вообще так по сюжету прошли? Угу. А я хотел зеленого набрать с двери. С зеленого кристальчика. Слушайте, и пушку отобрали, да? Тихо, тихо. И присесть нельзя, к слову. Ну начинается. Начинается. Куда идти? Вот сюда. Нет, не сюда. Куда? Вот сюда. Нет. Не-не-не-не-не-не. Мужик, мужик. Тихо. Мужик, нормально все. Успокойся. Если ты мужик, конечно. Так, окей. Красная загорелась, беги. Вообще, иду чисто по вспышкам. Ничего не понимаю. Все, походу пришел. Ой, какая жесть. Вообще ни ша не видно. Кто придумал этот уровень? В чем заключается головоломка? Я опять пришел в начало. Хорошо, я иду куда? Я иду вперед. И потом сюда. Да? Все заметил, гад. Ну и что будет? Что будет? Плохо будет мне, наверное, да? Угу. Интересно. Тихо, 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 тихо. Красный глаз. Эй, ты чего тут стоишь-то? Четырим, дружище? Давай-ка отсюда. Дергай. Так, короче, иду сюда. Нет, сюда не иду. Так. Все. Отвали. Так, иду сюда. Померцай, померцай. Давай, покажи, покажи, куда. Ой, жесть. Я не знаю, каково вам, я вам скажу так же, как и мне, наверное. Не очень комфортно это все. Прыгать можно, обалдеть. Хорошо, идем сюда. Тихо, 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 мужик. Нет, нет, нет. Беги куда-нибудь. Прячься. Ой, жесть. Это уровень, это нечто на самом деле. Такая дичь. Я вообще не понимаю, где я. Тут, не знаю, тут здоровый человек способен разобраться. Ну, правильно, пришли в начало. Самое светлое, это начало. Двери, главное, что никакие не открываются вообще. Подходим, ничего не происходит. Давайте с мужиком за этим походим, что ли, я не знаю, какое-то время. Он сюда куда-то ушел. А, ну здесь мы были. Здесь тоже тупик получается, да? Да. А сюда? Тихо, 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 мужик. Нет. Ну отстань, ты гад. Ну только я нашел, видимо, куда мне идти, и тут же выскочил. А куда я шел? Жесть. Так, тихо. Не, на самом деле он несложный, он просто не попадаться к нему надо на глаза, и все. Вот как сейчас я делаю, стою и попадаюсь ему на глаза. Гамму, что ли, выкрутить? Ха-ха-ха-ха-ха. Жесть. Кто-нибудь проходил дальше этого уровня, интересно? Ну куда, куда? Ну померцай, посветись, я не знаю. Сделай что-нибудь. Нет, здесь тупик, скорее всего, да? Куда-то идем, вроде бы. Нет, уперлись. Да? Ой, жесть какая, какой бред. Ха-ха-ха-ха. Серьезно, какой это бред. Может у меня есть фонарик? Нет. Слушай, я вообще потерянный просто здесь. Нисколько мне страшно, вообще не страшно совершенно. Какая-то просто лажа. Слишком темно, вот нереально темно на самом деле. Я понимаю, что это как-то проходится, наверное, методом тыка, так скажем. Просто изучаешь все вот эти места, куда ходил, куда не ходил, и просто проходишь это место. Но я вот уже вообще потерялся, я направление совершенно потерял. По-моему, я тупо хожу по кругу, мне кажется. Нет, мы пришли туда, куда надо. Ну, в смысле, откуда начали. Так, окей. Что-то мне подсказывает, что мне, по-моему, куда-то вот сюда надо. Так, тупик, хорошо. Идем сюда. Здесь тоже тут... Мужик, ну нет, ну отвали. Все, я спрятался. Что-то, по-моему, здесь мы вроде не ходили. Или ходили. Вот, 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 посмотрите-ка, вот это, вот эту штуку мы не находили точно. Шикарно. Все, выпускай. Угу, интересно. Ну, допустим. Так. Ну, это мы знаем, как преодолеть. А, то есть вот так это режется. Обычным зажатием это не прорезается. Хорошо, а вдруг то что-то здесь открылось. Давайте-ка посмотрим. Закрыто. Закрыто, закрыто. Ничего не открылось. Так, а сейчас опять выскочит этот мужик, да? Получается. Отвали, дай прочитать записку. Мой дневник. Пятое, двенадцатое, тридцать первый год. Тридцать первый. А там был тридцать второй, по-моему, у нас, да? Что нужно делать простому повару, чтобы получать 15 тысяч долларов в месяц? Не быть простым поваром для начала. Правильно устроиться в гребаную научную кампанию. Не знаю. Эти условия работают слишком хороши. Шестое число. Скажу честно, я с самого начала ожидал подвоха от этих парней. Что ж, теперь моим рабочим местом будет гребанное другое измерение. Когда я услышал об этом условии, я подумал отказаться. Однако я вспомнил, что мою квартиру сейчас окружат десяток агентов службы безопасности. Они не отпустят меня так просто. Я слишком много знаю. Седьмое. Хм, было не так плохо, как я ожидал. Пока меня подготавливали к отправке, я находился в их научном комплексе. Я много раз слышал о путешествии через портал взащища головные боли после первого раза. Полный бред. Чувствую себя так же отлично, как выглядит мое новое рабочее место. Честно говоря, я думал, что мы будем жить в каких-то палатках посреди ничего. Но они тут целую подземную базу построили. Хотя, честно говоря, сложновато понять, где мы находимся. А мне не разрешают покидать базу. Но, судя по этому запаху, мы точно под землей. Двадцать пятое. Седьмое было и тут же двадцать пятое. Ничего себе. Сегодня Рождество. Меня попросили приготовить праздничный ужин для исследовательской команды. Им он настолько понравился, что лидер команды даже попросил выплатить мне премию в пять тысяч долларов. Начинаю любить эту работу все больше с каждым днем. Десятое. Ноль третий. Тридцать второй. В свое свободное время я начал читать книги. Уже сейчас я прочел более тридцати. И через два дня я отправлюсь в отпуск. Но после того, как очередной раз подпишу кучу документов о неразглашении, трое агентов службы безопасности прибудут в бункер, чтобы поддерживать тут работу системы, пока нас не будет. Глава команды почему-то сказал мне не вступать с ними в диалоги. И даже не смотреть им в глаза. Не знаю, с чем это связано. Двадцать восьмое. Ноль третье. И опять моя маленькая кухонька и десятки книг, которые предстоит прочитать. Тридцатая. Ноль пятое. Слушайте, прям скачет даты вообще нереально. Что-то странное происходит с Дэйвом, главой команды. Он постоянно на нервах. Я слышал, как он недавно спорил с одним из тех парней из службы безопасности, о котором ненужном эксперименте... о каком-то ненужном эксперименте, упоминая при этом нашего босса. Десятое ноль шестое. Сегодня мы опять должны были покинуть бункер и уйти на запланированный отпуск. Но ничего не получилось из-за проблем с нашей портальной установкой. Ученые сейчас пытаются подключить запасные генераторы к порталу, чтобы запитать его. Наше место, как всегда, займут агенты. Двенадцатое ноль шестое. До сих пор никто из ученых так и не смог открыть портал. Все начинают нервничать. Из земли никаких инструкций не поступает. Я начинаю думать, что нас тут всех бросили. Двадцатое ноль шестое. Я больше так не могу. У меня не проходят эти странные сны. Завтра я выберусь на поверхность, и мне никто не помешает. Двадцать первое. П. Полный П. Так, окей. Слушай, отвали. Я тебе сейчас поджарю в лицо. Прямо вот так вот сделаю тебе. Отойди от меня. Ай, хитрый. Дал почитать, да? Ну окей. Давай, иди обнимемся. Неожиданно. Забавно. Что ж, скорее всего, это место мы с вами будем проходить уже в следующей серии. Потому что эта серия подошла к концу. Время мы свое уже наиграли, отыграли. Это хорошо. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение по поводу этой игры. Открытой серии канала в целом. Все пожелания, предложения, все пишите в комментарии. Я их читаю. И увидимся в следующей серии. Пока-пока.